Всем привет! Меня зовут Денис Федоров. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами рассмотрим основы работы с программой Adobe Lightroom. Поехали! Итак, нам нужна сама программа Lightroom и фотография, которую мы хотим обработать. Залить фотографии в Lightroom очень просто. Мы выделяем их в папке и левой кнопкой мыши, нажимая на них, тащим в Lightroom. Отпускаем. Он нам показывает фотографии, которые мы выбрали из папки. Нажимаем импорт. Фотографии загрузились. Вверху и слева у нас отображалась полосочка загрузки. Итак, что мы делаем в самом начале? Мы переходим на панель Develop. И первое, с чем я начинаю работать, это основные параметры фотографии. Это яркость, это контраст, это тени и света. Ну и, конечно же, баланс белого. В моем случае баланс белого менять нет необходимости, но вы можете. Каким образом? Движок температуры, если двигаем вправо, нам делает фотографию более теплой. Влево более холодный. Тинт, если влево двигаем, более зеленый. Вправо более красный, манжентовый. Таким образом мы можем исправлять цветовую температуру. Есть еще пипетка, которую можно нажать, кликнуть на серенький цветик. При этом с левой стороны вверху мы видим навигатор, который нам покажет, каким цветом будет фотография. То есть я наведусь сейчас на кожу, видим, что она будет более синяя. Вот. Желательно выбирать, конечно, чистый серый цвет. Но в нашем случае это, скорее всего, в тенях данного платьицы. Значит, я не буду производить никаких либо изменений по температуре. Мне тепленький кадр нравится. А теперь изменяем экспозицию кадра. Если мы крутим вправо, фотография становится светлее, влево темнее. Я двину немножечко вправо. Контраст. Смотрим, на что влияет контраст. Если влево тянем, то разница между светом и тенью как будто бы уменьшается. То есть переходы между ними смываются. Если двигаем вправо, то видим, что фотография становится более контрастной. То есть очень хорошо заметен переход между светлым и темным. В моем случае контраст можно двинуть тоже чуть-чуть вправо. Хайлайтс отвечает у нас за особо яркие места на фотографии. Я называю, что хайлайтсы это верх белого. То есть если взять в целом кружечку белого молочка, то вот как бы пенка сверху это вот есть хайлайтсы. Хайлайтсы очень полезны, когда вы снимаете на улице, и у вас небо в пересвете находится. То есть если вы снимали в CR2 формате и не слишком сильно пересветили, то облака можно достать путем перетаскивания движка влево. Вот смотрим, что он как будто бы убирает белый цвет и достает то, что находится у нас там за ним. В моем случае хайлайтсы мы двигаем чуть-чуть вправо, для того чтобы кожа стала еще более светящейся. Следующий это у нас Shadows. Отвечает за тени из названия, понятно. То есть если двигаем вправо, тени более светлые, влево более темные. Особенно не увлекаемся, если нужно достать, при сильном доставании информации в тенях могут появиться сильные шумы. Но если это прям необходимо, то делайте. В моем случае я даже двину чуть-чуть влево, для того чтобы тени стали более темными. Белый, ну белый отвечает за белый цвет и за белый в цветах. В моем случае он присутствует в коже. Двигать я его буду чуть-чуть вправо, чтобы кожа стала чуть светлее. Темные отвечают за черный цвет. Видим, что влево это прям черный-черный, глубокий черный. Вправо черный фактически глубокий черный исчезает. Я двину чуть-чуть вправо. Теперь Clarity. Clarity отвечает за четкость фотографии. Это не резкость, это не контраст. Посмотрим на что влияет. Значит, влево он как будто бы растушевывает, размазывает, убирает детали на коже. Вправо, наоборот, их дополняет. И прям, смотрим, что происходит, прям насыщается деталями фотография. Clarity, если влево тянем, хорошо, когда, допустим, проблема на коже. И кожу необходимо немножечко растушевать. Ну и вправо, если у нас не хватает деталей на фотографии. В моем случае я сделаю чуть-чуть влево. Vibrance и Saturation отвечают за усиление, либо уменьшение насыщенности цветов. Vibrance это делает достаточно мягко. То есть он влияет на цвета очень нежно. Если мы двинем вправо, то увидим, что фотография стала очень желтой. Но не настолько, если бы мы двинули, допустим, Saturation. То есть у Saturation изменения в цветах происходят очень сильные. Если мне нужно добавить цвета, либо убавить, я пользуюсь все-таки Vibrance. Я его сделаю чуть-чуть вправо. Следующий пункт у нас Тоновая кривая. Здесь можно поставить левой кнопочкой мыши точки. Ну, примерно три их обычно ставлю. Что мы можем тут сделать? Если вам нравятся пленочные фотографии, то мы можем точку черного, которая находится слева внизу, поднять чуть-чуть выше. И мы видим, что глубокий черный цвет становится таким приятным. Ближе в сероватость уходит. То есть глубокий черный цвет исчезает. Дальше мы можем изменять вот эти точки. Также поднимать выше или ниже уже по вашему желанию. То есть сделать фотографию более темной, более светлой. Или свет фотографии делать еще светлее, либо приглушать чуть темнее. Как бы растушевывать ближе к серому, я бы даже сказал, не к черному, а именно вот к серому цвету. Белый перетекает в серый. Здесь есть предустановки. Есть Medium Contrast. Есть Strong Contrast. Ну и Linear это вот та линия, с которой мы и начинали. Я верну обратно точку черного немножечко подниму, а здесь немножечко опущу. Чуть-чуть. Идем дальше. Дальше мы работаем уже непосредственно с цветом. И что можно сделать? Можно в панели Hue изменять цвет. То есть, допустим, чтобы красный перетекал в оранжевый. А если, допустим, брать радугу красный, оранжевый, желтый, зеленый, то все эти цвета градиентно перетекают один в другой. Так и здесь. Красный может перетекать в оранжевый, в оранжевый желтый, в желтый зеленый. И таким образом, если, допустим, мы смотрим на губы, мы можем сделать губы, перевести этот цвет более в оранжевый. Или наоборот, более в фиолетовый. Потому что у нас радуга заканчивается фиолетовым цветом. Вот, в данном случае, с фиолетовой начинается. Значит, здесь обычно в верхней части я ничего не трогаю, но если вы любите творческую фотографию или, допустим, пленочную фотографию, то я люблю при съемке на улице зеленый цвет делать более холодным, когда листва становится немножко изумрудной, главное не переборщить. То же самое и небо можно сделать более голубоватое, лазурное в сторону зелени, или можно делать наоборот в сторону фиолетового цвета. Situation. Это уже насыщенность цветов. Двигая вправо мы насыщаем цвет, двигая влево мы делаем насыщенность меньше. Вот губы можно сделать чуть-чуть насыщеннее, кожу лица можно сделать чуть-чуть тоже насыщеннее. Остальных цветов у меня на фотографии нет, поэтому я трогать ничего не буду. А вот Luminance, это свечение, вот это уже классная вещь. Допустим, кожу. Нужно сделать кожу более светлой. Особенно хорошо помогает, когда недостаточно было света при самой съемке. И двигая оранжевый цвет вправо мы видим, что кожа человека становится более светлой. Смотрим, она как будто начинает светиться. Также можно еще желтенький чуть-чуть вправо двинуть. Если присутствует красный цвет в коже человека, можно еще чуть-чуть красный двинуть. Остальных цветов у меня нет, поэтому я остальные не трогаю. Зелень также я люблю на улице делать либо более темной, либо более светлой, в зависимости от того, насколько хорошо у меня высветлена пара. Сплит тонинг, это тонирование уже идет теней или цветов. Обычно я ее не трогаю, но покажу вам. Например, можно тени сделать более холодными. Я выбираю вот здесь вот в кью синеву. Можно сделать выборку здесь, можно сделать выборку здесь. И тянем вправо, смотрим, что фотография становится, где черный цвет, более холодная. Ну и немножко затрагиваются, конечно, и светлые участки кожи, потому что все-таки тень, теневой рисунок тут тоже присутствует. То же самое касается и хайлайцев. Тоже, допустим, сделаю тепленькие. Шарплинки, добавлю. Мы видим небольшие изменения в фотографии. Они присутствуют и для творческой какой-то съемки. Она вполне может быть использована. Следующий момент, это детализация. Есть шарпинг, который отвечает за резкость фотографии. Двигая вправо, фотография становится более резкой. Если мы зажмем Alt и будем двигать радиус, мы видим, какую часть фотографии или какие детали фотографии у нас будут более резкими. Чем правее мы двигаем, тем больше деталей мы захватываем, чтобы они стали резкими. Чем левее, тем меньше. Ну вот, начиная с волосков, с ресничек. У меня где-то обычно вот здесь, именно уже эти детали я делаю более резкими, чтобы поры не делать более резкими, потом меньше ретушировать их в фотошопе. Маска, двигая вправо, мы наложения сделаны чуть выше, уменьшаем, двигая влево, соответственно, увеличиваем. То есть, в данном случае, если 0, это 100%, если 100, значит 0%. Это как в фотошопе непрозрачность. Следующий момент, это Noise Reduction, это удаление шумов. У меня примерно где-то ближе к серединке находится. Я не люблю шумы в фотографиях, поэтому обычно я их прибираю. Вот если двинуться совсем вправо, увидим, что фотография, что кожа или волосы становятся как будто бы нарисованы красками. Следующий движок у нас отвечает за удаление цветовых шумов. То есть, бывает, когда поднимаешь ISO, у нас появляются в тенях такие красные, зеленые, желтые точки. Нам их необходимо убрать. И вот как раз движок Color, двигая вправо, убирает эти цветные шумы. И фотография становится в тенях такой приятно однородной по цвету. Следующий элемент, это Lens Correction. Lens Correction предназначен для того, чтобы убрать хроматические аберрации и для того, чтобы исправить дисторгцию объектива. Ставим галочки. Мы видим, что объектив автоматической программы определяется. Что мы можем сделать? Мы можем здесь винетку сделать более темной, либо наоборот ее прибрать, убрать, или изменить дисторсию. Но у меня, допустим, 135 объектив был в данном случае использован, поэтому изменения не слишком видны. Да, фотография как бы двигается вперед, чуть назад. Если вы будете использовать широкоугольный объектив, вы увидите, насколько сильно можно фотографию сделать выпуклой или, наоборот, вогнутой. Следующий пунктик у нас, это трансформация. Если, допустим, вы снимаете здание, ну, человека на фоне здания, и здание находится где-то далеко, и у них исказились грани. Вот нажимая как раз или используя этот параметр в Lightroom, вы можете откорректировать расположение этих диагоналей. Ну, не сильно, конечно, если, допустим, вы снимали снизу, у вас здание совсем как бы разнесло, и оно превратилось в треугольник, то вы этим не справите. Но если, допустим, какие-то небольшие корректировочки, то здесь можно абсолютно их сделать. Я обычно нажимаю авто, и уже подкорректирую здесь в движочках. Что можно еще здесь делать? Можно растягивать фотографию по вертикали, по горизонтали, можно ее крутить, уменьшать, увеличивать. Такие вещи вообще, конечно, чаще всего делаю в фотошопе. Следующий это эффекты в виде винетирования, то есть двигая вправо движок и маунт, у нас винетка становится более заметная, двигая влево, у нас, смотрим, винетка становится вообще белая. То есть влево черная, вправо белая винетка. Ну и, соответственно, изменяя внизу вот эти движочки, мы можем смещать размер винетки, изменять, можем делать его более квадратный или, наоборот, более круглый. И фидер, это как раз мы видим, что если влево, это совсем четкая линия, если вправо, то растушеванные грани. Так, мы возвращаем это все обратно. Грейн, это у нас зерно, некоторые люди любят на фотографии зерно, считают, что фотография становится более живой по сравнению с фотографией без зерна, соответственно, они здесь ее и увеличивают. Ну и сайз зерна, понятно, что чем правее, тем больше зерно, чем левее, тем меньше зерно. Я грейн обычно не делаю. Дехейс, это хорошая вещь, когда, допустим, вы снимаете горы или город, и там присутствует дымка. И вот как раз дехейс, немножечко грубовато, но все-таки он убирает дымку. Если влево, смотрим, вот он добавил, да, если вправо, то он ее прибирает. Но при этом фотография становится вся более контрастная. Следующий, один из важных элементов, это камера Calibration. Ну и, в общем-то, все важные. Но камера Calibration позволяет дополнительно изменять цвета фотографии. Например, мне нужно сделать фон более холодным. Как это можно сделать? Можно сделать в Photoshop через слои, а можно сделать в Lightroom. Для этого нужно движок температуры двинуть влево, настолько, насколько нам нужно фон сделать более холодным. Ну вот так, например. И скорректировать цвет кожи потом можно уже здесь, внизу, в камере Calibration. Мы Hue в красном и Hue в зеленом двигаем вправо. Таким образом мы вернули вот эту теплоту кожи, которая у нас была до этого, но при этом сделали сам фон и вот платьишко у нее более холодным. Такое интересно делать, когда вы хотите сделать сильный цветовой контраст между, допустим, лицом человека, между его кожей, да, чтобы это бы все оставалось теплым, и тем, что находится сзади. Допустим, сзади белый фон, мы можем сделать его более холодным. Давайте сейчас скопируем, допустим, вот на эту вот фотографию. Как скопировать те изменения, которые мы уже внесли на фотографии. Значит, мы переходим на тот кадр, в который нам необходимо внести изменения, и нажимаем Previous. Что делает Previous? Previous как раз скопирует параметры, которые мы внесли в фотографии, где мы были до, в нашу фотографию. Если нам, к примеру, с этой фотографией необходимо внести изменения параметров в другие фотографии, их несколько, мы просто их выбираем вместе с той, которой мы сделали изменения, и нажимаем на клавишу Sync, синхронизировать. Здесь мы можем какие-то параметры убрать, например, там, если мы делали crop, да, мы можем его убрать, можем добавить или трансформацию какую-то, или коррекцию линзы. В моем случае я ничего не буду убирать, просто нажму Синхронизировать. И постепенно они вот так-так-так-так, настройки все переместились на эти фотографии. Вот, допустим, кадр. Давайте посмотрим, как он был до. Как после? Видим, что фон стал холодным за счет того, что мы внесли изменения как раз вот в температуре. Если кожа у нее стала слишком оранжевой, мы понимаем, что нам нужно работать с оранжевым цветом. Значит, идем в оранжевый, переходим в Saturation, изменяем насыщенность оранжевого цвета в меньшую сторону, можно и желтенький чуть-чуть в меньшую сторону пододвинуть. Мы видим, что здесь лицо стало более светлое, нам нужно его чуть-чуть затемнить, либо общей экспозицией, либо, допустим, хайлайцем. В хайлайцем мы тоже можем лицо затемнить. То есть очень легко переносить настройки с одного кадра на другой. Еще раз повторим, чтобы перенести настройки с одного кадра в другой, нужно выделить тот кадр, в котором мы сделали изменения, потом переместиться на тот, в который нам нужно вклеить их, и нажмем на клавишу Previous. Все, вставили сюда параметры. Для того, чтобы сохранить этот пресет и потом применять в других съемках, что нужно сделать? Нужно с левой стороны в панели Presets нажать плюсик, создать здесь необходимую папку, если вам нужно. Создали, допустим, фотошколы. И здесь набрали девочка на сером фоне. Теперь, когда мы, допустим, щелкаем на фотографию, на следующую, и нажимаем здесь девочка на сером фоне, и мы видим, что сюда, в эту фотографию, вставились сохраненные ранее изменения. Теперь, как нам нужно экспортировать фотографии? Значит, для того, чтобы сделать экспорт всех фотографий, мы переходим в Library, если нужно выделить все, мы нажимаем Ctrl-A в английской раскладке, и делаем File, Export. Что тут нужно делать? Мы выбираем ту папку, куда мы будем экспортировать. Дальше, какие изменения нужно внести? Если мы хотим экспортировать фотографию в том размере, в котором мы снимали, то, соответственно, что делаем? В File Settings мы ставим JPEG Quality 100%, Colorspace sRGB. Image Size часто у нас стоит 240 пикселей на дюйм, если вы собираетесь их потом печатать в журнале, поставьте 300 пикселей на дюйм. И, что касаемо непосредственно изменения фотографии, то мы вот в параметрах Image Size не ставим галочку, она у нас просто отсутствует. То есть фотография экспортируется такого же размера, в котором была и снята. Все, можем экспортировать All Metadata. Я ставлю All. Мы включаем в фотографии все метадаты, которые мне в нее ставил фотоаппарат. И еще, если, допустим, вы постоянно экспортируете фотографии в одном и том же формате с одними и теми же настройками, вы можете эти настройки сохранить. Вот у меня они сохранены, в левой части есть настройки для печати, есть настройки для интернета, то есть нажимая, у нас сразу все в параметрах изменяет. То есть качество самого JPEG, размер диагонали самой длинной или самой короткой, как вам удобно. И то же самое для печати. Как это сделать? Значит, мы нажимаем Add, можем также выбрать папку, в которой мы хотим сохранить. И называем этот пресет, допустим, для печати или там Web 1280 или Web 2400. И это вам сохранит кучу времени при последующих экспортах из Lightroom. Ничего не нужно заново проставлять в этих настройках. Я думаю, что на данном этапе, именно вот в таком формате, видеоурок был для вас полезен и понятен. Если вдруг остались какие-либо вопросы или более сложная обработка. Вот, допустим, я не рассказывал вам про использование кистей, про использование радиофильтра, градиэтэтфильтра, про удаление красноты в глазах. Это все есть. Вот здесь в верхней панельке вы можете посмотреть. Здесь можно также сделать, как и в Photoshop, и Кроп, повернуть так же, как вам необходимо. Это все достаточно просто. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вы подписаны на канал, на мой молодцы. Если не подписаны, подписывайтесь. Если у вас есть какие-либо просьбы по тому, какое видео выложить, какой урок записать, пишите внизу в комментариях. Я буду очень рад. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!